Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и просто соседи. Книга вторая, глава шестая. Начать! Женщина за мной так храпела, что я вообще не смог поспать. Вы с Марком вместе идете в зону прилета. Да ладно, эта конференция закончилась так быстро? Фух, я даже рада. После прошлой главы я бы не вынесла еще одну такую нервотрепку. Я тоже не спала в самолете. Мы постоянно попадали в турбулентность. Я вся изнервничалась. Ну, хоть сейчас тебя отпустило? Да, как только мы сошли на землю. Да уж. Слушай, я должен открыть тебе один секрет. Ты поворачиваешься к боссу и замечаешь, что он тоже довольно сильно нервничает. Это я рекомендовал тебя в участники конференции. Да я и не сомневалась, кто бы еще кроме тебя мог это сделать реально. Вряд ли те местные сотрудники ее бы порекомендовали. Они там все конкуренты. Что? Меня выбрали из-за Марка? Спросить, зачем он это сделал? Но почему именно меня? За много лет работы я хорошо научился читать людей и оценивать их потенциал буквально после нескольких встреч. Серьезно? Да, я прекрасно вижу, что ты не пасуешь перед трудностями. С правильным наставником тебя ждет большое будущее в нашей сфере. Ничего себе! Я даже не знаю, что сказать. Не разочаруй меня. Работаю усердно, и это будет для меня высшей мерой благодарности. Обязательно. Я докажу, что ты во мне не ошибся. Спасибо тебе, Марк. У тебя огромный потенциал, Алиса. Не хочешь как-нибудь встретиться за обедом и обсудить твой карьерный рост? Ух, как это двухсмысленно звучит, однако. Прежде чем ты успеваешь ответить, кто-то сзади выкрикивает твое имя. Мари? Алиса? К вам с Марком бежит взбудораженная Мари. Здрасте. Извините, но мне нужно ее у вас украсть. Срочное дело. Ты как раз вовремя подружка. Мне так не хотелось отвечать на этот вопрос. Ничего страшного. Увидимся на работе, Алиса. До скорого, Марк. Марк разворачивается и оставляет вас с подругой. Дождавшись, пока он отойдет подальше, Мария округляет глаза и дергает тебя за руки. Это же Марк, да? С таким жеребцом и я бы не отказалась посидеть в офисе с девяти до пяти. Ой, кому ты рассказываешь? Сказываешь? Мари! Ты возмущенно смотришь на нее, а она провожает Марка мечтательным взглядом. Лучшая подруга пялится на моего босса. Во-первых, не хочу я ей поддакивать, а во-вторых, она еще обвиняет своего парня, что он якобы ей изменяет. А сама такая, какой у тебя босс классный. Ну, смотри вначале за собой. Так, закатить глаза и отшутиться. Ты с улыбкой закатываешь глаза. В этом вся, Мари. Женщина, соберись. Хватит пускать слюни на моего босса. Это стремно. Скажем так, я люблю и ценю прекрасное. Ну-ну. Ну ладно, давай перекусим по дороге домой. Я проголодалась. Давай, от еды я не откажусь. По пути к машине вы перебрасываетесь вариантами кафе, где можно вкусно поесть. Вау, нифига себе у нее машина. Класс. Пока вы едете по шоссе, ты погружаешься в свои мысли и молча смотришь в окно. За всю поездку я так и не успела решить, что скажу Колину. Я все никак не разберусь в своих чувствах. Да ты у меня спроси, я за тебя разберусь, не переживай. Ты как там? Ты тяжко вздыхаешь. Да вот, думаю о работе. У меня в офисе столько дел. Ты закусываешь губу, надеясь, что подруга не раскусит твою наглую ложь. Скукота! Вот, Марк, совсем другое дело. Колись, подруга, я хочу знать все в мельчайших подробностях. После этой конференции все стало только сложнее. О-хо-хо, значит у вас что-то было, а ты молчишь. Я вот просто не понимаю, почему с каждым мужчиной, которого я встречаю, у меня все так запутано. В смысле? Я не очень-то и хочу выходить с ними за рамки дружбы, но вселенная прямо вынуждает. То есть ты жалуешься, что на тебя вешается столько мужиков? Мне бы твои проблемы. Мари закатывает глаза, и у тебя вырвается смешок. Хе-хе-хе, я серьезно, Мари. Прозвучало заносчиво, но ведь так и есть. Сначала Том, потом Крейг, потом Колин, а теперь еще и Марк. Это какой-то глюк вселенских масштабов. Мари вдруг дает по тормозам. Машина так резко останавливается на светофоре, что вас обеих бросают вперед. Хорошо, что как раз горит красный свет. Ты что творишь, Мари? Колин, я что-то пропустила? Ты поворачиваешься к подруге. Она смотрит на тебя сурово, поджав губы. А, я тебе не рассказывала, да? Когда ты с ним-то успела. И что именно ты успела? Ну, как бы сказать, он поцеловал меня после дня рождения. Что? Да как ты могла скрыть от меня такое? Я ничего от тебя не скрывала. Просто закрутилась и забыла рассказать. Сначала этот поцелуй, потом конференция. И я знаю, что ты сама сейчас занята. Так, хватит. Выкладывай все сейчас же. Ты вспоминаешь, о чем вы с Колином говорили перед твоим отъездом. Как раз эти размышления и прервала Мари своим вопросом о Марке. Я ведь дала Колину обещание, прежде чем уехать. Ты тяжко вздыхаешь. Колин завел разговор о поцелуе буквально перед моим отъездом в Нью-Йорк. И спрашивал, насколько это для меня серьезно. А ты что? Попросила отложить разговор до моего возвращения. Я не знала, что ему сказать, Мари. Наверное, я просто тянула время, чтобы разобраться в себе. Колин застал меня врасплох своим вопросом. И поцелуем тоже. И что, ты успела разобраться в своих чувствах? Кто же мы с Колином друг к другу? Я не понимаю, почему такие варианты. Это уже не первый раз, что когда мы признаемся, что у нас есть чувства к Колину, этот выбор платный. Почему? Это как-то нечестно. У меня есть к нему чувства. Если уж совсем честно, похоже, я влюбилась в него с первого взгляда. Что? Обалдеть! Да, но сначала я не хотела признаваться даже самой себе. Потому что у него репутация бабника. А если вспомнишь, что он кузен моей лучшей подруги? Стоп! А я тогда кто, если не лучшая подруга? Да, короче, Алиса, ты попала по полной. Не рассказала ей про поцелуй, про обнимашки. Тут еще ляпнула про лучшую подругу. Бедная Мари. Ты у меня номер один, Мари. Не переживай. Да-да, конечно, да. Я так говорю каждой своей подруге. Ужас. Спасибо, дорогая. В общем, тот поцелуй стал последней каплей. Мы с ним, как две половинки одного целого, Мари. Я знаю, что это непростая влюбленность. Может, поначалу я не испытывала Колину серьезных чувств. Но со временем все изменилось. Но со временем все изменилось. И мне стало жутко. Значит, вы друг другу нравитесь. Это же супер! В чем проблема? Мари, но ведь не все так просто. Из-за родителей у меня здорово пошатнулось душевное равновесие. Да и работа сейчас отнимает много сил и времени. Короче, сейчас у меня в жизни слишком много суматохи, чтобы еще заводить новые отношения. Как я посмотрю, ты боишься отдать Колину часть себя, потому что и так много на себя взвалила. Ну, разве это плохо? Если ты хочешь в первую очередь наладить свою жизнь, ни в коем случае не иди на поводу у мужиков. И не позволяй им внушить себе чувство вины. У тебя есть полное право заняться собой. Просто придется скрестить пальцы и надеяться, что Колин дождется меня. Не переживай, Алиса. Если он не пустышка, то все поймет. Мари ободряюще улыбается. Спасибо за поддержку, Мари. Ух, блин. Завелась и тряплюсь только о себе. Мы с тобой, конечно, постоянно переписываемся, но все-таки как ты тут, пока я была в отъезде? Ну... В голосе Мари слышна дрожь. Ты понимаешь, что ей надо собраться с мыслями? Мари, ты же знаешь, что я всегда тебя выслушаю. Ты говорила? Да, мне кажется. Пол мне изменяет. Так, подожди. Ты делаешь глубокий вдох. Чтобы помочь Мари, сейчас тебе нельзя поддаваться эмоциям. Почему ты решила, что пол тебе изменяет? Мари тревожно хмурит брови и кусает губы, но потом тоже делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. Два дня назад я пригласила Пола пообедать вместе. Он отказался под предлогом, что у них с Крейгом уже были планы. Ну а потом я на обеде наткнулась на Крейга. Вот, блин. Я подошла к нему и спросила, почему Пол не с ним. А Крейг сказал, что они даже не договаривались о встрече. Думаешь, я чокнулась? Крейгу ведь незачем врать. Пол вел себя подозрительно, но... Устроить расследование... Прикольно. Блин, это будет, конечно, очень смешно, если на самом деле Пол готовит ей какое-то предложение руки и сердца втихаря. А она тут уже надумала. Ну что ж, давайте узнаем. Ничего ты не чокнулась. Действительно странно, что он наврал тебе про встречу с Крейгом. Только вот Крейг и Пол лучшие друзья. И что? Казалось бы, если Пол тебе изменяет, он должен попросить Крейга прикрыть его. Сама понимаешь, мужская солидарность, все дела. А он взял и сказал тебе правду. Можно подумать, что Пол скрывается даже от Крейга. Мари резко бледнеет. Не переживай, Мари, мы докопаемся до правды. Но как нам узнать, что скрывает Пол? Устроить слежку, спросить в лоб, стянуть у него телефон. Что, блин, Алиса, теперь я еще больше паникую. Ой, знаю. Давай ты пригласишь Крейга на свидание. Ну блин, ну ты, конечно, придумала. Не хочу. Каким образом это нам поможет? Он выболтает тебе все подробности, и тогда мы узнаем секрет Пола. Сходить на свидание с Крейгом. Не хочу. Не хочу. Мне не нравится эта идея. Мне совсем не нравится эта идея, Мари. Я не хочу пользоваться тем, что Крейг ко мне неравнодушен. Ну, ради меня, а? Выручи подругу. Можно же как-то иначе. Но Мари вдруг паркуется на обочине и выхватывает у тебя телефон. Ты не успеваешь даже опомниться. Эй! Ты пытаешься отобрать у нее мобильник, но она умудряется настрочить сообщение Крейгу буквально за пару секунд. Закончив, она кидает телефон тебе на колени. Заметьте, этот выбор теперь стал бесплатным, да? Мы отказались, но теперь Мари сама нас отправляет на свидание, на которое, блин, я не хочу идти. Тебе остается только прочитать переписку. Привет, мне срочно нужно с тобой встретиться. Ну, хоть не сюси пускала с ним, и то хорошо. Конечно, я освободен. Давай в центре через пару часов. Ты испепеляешь Мари взглядом. Ты обалдела? Извини, но мне пришлось пойти на крайние меры. Марин, ты реальная эгоистка, что тебе могу сказать? Что хочу сказать, нельзя идти на свидание в том, чем летела. Нужен прикид получше. Ты оглядываешь себя и киваешь. Да, можно бы и переодеться. Нифига себе прикид получше, она тут суперзвезда. Раз до свидания еще несколько часов, Мари тащит тебя по магазинам. Пока ты ходишь между рядов одежды, подруга уже который раз проговаривает свой хитрый план. Давай повторим. Я как бы случайно наткнулась на вас с Крейгом. И притворюсь, что удивлена видеть его с тобой, ведь по словам Пола, они собирались встретиться. Она уже третий раз мне толдычит. Получится, что это уже второй прокол. Тогда меня уже нельзя будет назвать сумасшедшей ревнивой бабой, правда? Потом я изображу тревогу, поплачу в случае чего. Короче, буду давить на жалость, пока Крейг не расколется. Хорошо, план у нас есть. Ой, ты посмотри, какие офигенные платья! В самый раз для свидания, примерь какое-нибудь. Хотя это не настоящее свидание, мне все равно хочется хорошо выглядеть. Ух ты! Так, а второе? Ой, кошмар! Это что же за цыганочка какая-то? Боже, что за юбка! Ужас! Я прям представила, что она в таком бы виде пошла, и мне стыдно за нее. Там все ноги видны, там, наверное, и трусы видны, если она пройдется так в три четверти к нам. Боже, позор какой! Так! Нет, вот эта красота, это для тебя. Мари права! Это платье подчеркивает мою талию, а из-за длины юбки ноги кажутся чуть ли не бесконечными. Очень милый наряд. Крейг точно захлебнется слюной. Интересно, Мари заплатила за ее платье, которое она оденит на свиданку, на которую заставила пойти Алису. Ты заходишь в кафе, оглядываешься в поиске свободных мест и выбираешь столик у окна. Это ключевая позиция, потому что Мари сидит снаружи. Вот, блин, спецагентки две. Так ей будет хорошо меня видно. Ух, я прямо шпионка какая-то. Так волнительно. Буквально через пару минут к тебе подходит Крейг. В руках у него букет белых роз. Здравствуй, Алиса. Ой, это мне? Крейг передает тебе роскошные цветы. Они напоминают мне тебя. Такие же красивые, непорочные и свежие. Спасибо. Они прекрасны. Ты молишься про себя, чтобы Крейг не заметил твоего польщенного румянца. Признаюсь, я не ожидал, что ты свяжешься со мной сразу после возвращения из Нью-Йорка. Ты не представляешь, как я счастлив, что ты вспомнила обо мне первым. Как мне себя вести? Обалдеть, вы меня прям ставите в тупик. Сказать, что тебе не хочется домой, наверное, единственное, что подойдет здесь. Просто мне не хотелось пока ехать домой. И мне сразу пришло в голову написать тебе, когда я приземлилась. На лице Крейга расцветает улыбка. Я очень рад это слышать, как ты съездила. Только ты открываешь рот, чтобы ответить, как рядом раздается знакомый голос. Как-то Мария Ранова так нам пришла, мне кажется. Божечки, кошечки, Алиса! Актриса, я не могу! Что ты здесь делаешь? Вот так совпадение! Как вы договаривались, Мария подходит к вашему столику и притворяется, что вы столкнулись случайно. Мария, какой приятный сюрприз! Как ты слетала в Нью-Йорк? Отлично! Это был очень полезный опыт! Ой, погоди! Я вам помешала? Мария картинно переводит взгляд с тебя на Крейга. Крейг явно разочарован, но сидит молча. Да нет, что ты! Давай присаживайся! Да, Крейг, такова жизнь. Крейг совсем мрачнеет, когда Мария берет себе стул и садится рядом с вами. Крейг, в последнее время Пол ведет себя очень странно. Ты не знаешь, с ним ничего не случилось? Да нет, у него все хорошо. Может, просто устает на работе. С чего такой вопрос? Помнишь, мы недавно столкнулись в кафе. Пол тогда соврал, что договорился встретиться с тобой. Ты поэтому стала бледная, как смерть, когда увидела меня. По мне, все так было заметно. Крейг шумно выдыхает, прежде чем продолжить. Я уверен, что у него просто появилось какое-то срочное дело, и скоро он тебе все расскажет. А вдруг он встречается с другой женщиной? Мари, я знаю Пола уже очень давно. Он порядочный парень. Я уверяю тебя, он тебе не изменяет. Просто поверь, что скоро все прояснится, и ты поймешь, насколько беспочвенны были твои опасения. Мари в ответ скептически вздергивает бровь. Это очень туманные слова, Крейг. Скажи прямо, что происходит. Ох, ладно. Пол обмолвился, что завтра день Икс. Но больше я ничего не знаю, честно. Ладно, пока я тебя отстану. Но не дай бог, я узнаю, что ты его выгораживаешь. Мари, я верю, что Крейг нас не обманывает. Давай послушаем его совета и не будем торопиться с выводами. Иди пока домой отдыхать, хорошо? Мари обреченно кивает. Подбросить тебя до дома, Алиса. Миссия завершена. Думаю, мне лучше. Ой, как хорошо, что мы можем не сидеть на этом свидании. Конечно, стыдно, мне вообще так неловко перед Крейгом, но чисто по-человечески я к нему хорошо отношусь. Он интересный. Но, прости, прости, вернуться к себе. Чувствуя себя страшно виноватой, ты встаешь из-за столика. Извини, Крейг, но у Мари сейчас нужна поддержка. Крейг улыбается через силу, но ты все равно замечаешь его разочарование. Ничего, Алиса. Увидимся завтра на вечеринке. Скоро все прояснится. Крейг подмигивает тебе. Завтра вечеринка. Буду ждать встречи. Пока, Крейг. Да уже и так все понятно, что будет предложение. Пока, Алиса. Вы с Мари выходите из кафе и возвращаетесь к машине. Мари тяжко вздыхает. Ну, ладно. Возможно, Пол просто пока не может поделиться со мной чем-то важным. Может, к нему привязалась мафия? Ты пытаешься разрядить обстановку, но шутка выходит неудачной, потому что Мари начинает переживать еще сильнее. А если он хочет со мной расстаться? «Хватит нагнетать, Мари. Пол сходит по тебе с ума. Может, он ездит по приютам, чтобы выбрать тебе щенка. Было бы романтично, правда?» Мари улыбается тебе в ответ. «Ох, это было бы здорово! Я сто лет хочу взять щенка из приюта. Ладно, буду гнать негативные мысли прочь!» «Ну, наконец-то!» «Ты закатываешь глаза и нарочито вздыхаешь, а потом смеешься вместе с Мари. Кстати, не забудь, что завтра вечеринка!» «Какая еще вечеринка?» «Алиса, я уже два раза тебе напоминала!» «Открывается новый бар тут на крыше, помнишь?» «А, да!» «Ты начинаешь припоминать!» «Как медийную персону Мари пригласили на открытие люксового бара на верхнем этаже одного небоскреба!» «Я вообще-то хотела завтра тихо провести вечер дома, но просто так в последнюю минуту отменить планы с Мари это смерти подобно!» «Пока вы едете до дома, ты смотришь на город, проносящийся мимо за окном машины!» «На следующий день тебя охватывает традиционная женская паника!» «Что надеть, что надеть!» «Проблема усугубляет тот факт, что вечеринка в баре на крыше для элиты и только по приглашениям!» «Я выбирай что-нибудь стильное!» «Чтобы там все попадали!» «Да, ты нам очень помогла Мари в выборе!» «Это не особенно сужает круг поисков, но одно я знаю точно, надо одеться с иголочки!» «На вечеринке будет полно всяких влогеров и операторов!» «Нужно одеться так, чтобы хорошо смотреться в кадре!» «Да ты у меня и так всегда самая красивая!» «Офигеть!» «Платье!» «Я не могу понять почему, но в этой игре всегда очень красивый верх и такой прям фу-фу-фу низ!» «Ну что это за вот этот какой-то треугольник?» очень как-то они некрасиво обтягивают бедра и юбки либо шорты безумно короткие!» «Чуть чуть бы подлиннее!» «А то она с каждым шагом будет своими стрингами но вверх мне безумно нравится что же делать что же выбрать но это тоже очень необычно в принципе пучок тоже подходит берем короче сегодня мы тратимся по полной роскошное платье шик блеск красота кто нибудь даже может подумать что я сама медийная персона в баре уже полно народу тут и самые популярные блогеры которых ты видела в инстаграме и разные съемочные группы боже мой это что близнецы долан обосраться можно эрик ну ты вечно в своем репертуаре как ляпни что-то вини боже какие ребята красивые сегодня я уже хочу посмотреть я надеюсь вообще колин с нами пришел если даже вини здесь то колин обязан быть тоже эрик веди себя прилично что ты как 14 летняя фанатка не позорь нас а то все подумают что мы какие-то неудачники хотя мы-то неудачники я не спорю но давайте хотя бы притворимся классными а там может и жизнь наладится да у вини такой своеобразный юмор твою налево это же крис херри я фанатею от его фитнес плана эрик закатывает глаза колин тоже стоит в вашем кругу но он как будто старается не подходить к тебе слишком близко а колин не приоделся вообще блин я даже расстроилась это же наш главный фаворит могли его как-то прям офигенно одеть эту одежду мы уже видели я так и не успела с ним поговорить вдруг из толпы выходит крейк он идет к тебе с распростертыми объятиями здравствуй алиса я тут по делам но мне очень приятно видеть вас всех и особенно тебя ты выглядишь совершенно сногсшибательно он берет тебе за руку и просит покрутиться чтобы рассмотреть со всех сторон от его похвалы тебя охватывает трепет ты очень хорошо вписываешься в общество местных богинь да ну тебя крейг место конечно шикарное колин колин ловит взгляд крейга и с кивком поднимает бокал здорово да как многословно конечно колину стоит поучиться красивым речам крейга мне кажется и тебе привет колин их сдержанность вызывает у тебя чувство неловкости вдруг громкая музыка стихает и начинает играть мелодия для медленного танца вы позволите миледи конечно вы посмотрите в чем мари но это они конечно протупили пол вводит мари на танцпол анна потанцуешь со мной ой да конечно ты смотришь как неловко они идут к танцующим и посмеиваешься себе под нос у бара остаешься только ты крейк колин и эрик вы переглядываетесь не зная куда себя деть так а мы будем танцевать крейк и колин решаются заговорить в одно и то же мгновение хочешь потанцевать пойдем потанцуем они твой убийственный взгляд моментально затыкает друга черт если уж выбирать пусть будет ой как хорошо что мне дали возможность выбрать иди ко мне ты принимаешь руку колина и он улыбается от уха до уха крейк подождешь следующей песни крейк немного сутулиться но заставляет себя улыбнуться конечно развлекайтесь колин уводит тебя на танцпол ты закидываешь руки ему на плечи и он обнимает тебя за талию вы плавно покачиваетесь в такт музыки и на тебя накатывает острое желание объясниться колин я давай просто потанцуем хорошо он смотрит тебе в глаза но ты не можешь разгадать его взгляд ты не противишься просто повторяя его движение и пытаясь не думать о его ладонях у себя на спине под ночным небом лицо колина освещает только тусклая подсветка танцпола он сегодня такой красивый песня заканчивается и колин напоследок закручивает тебя вокруг своей оси вы оба смеетесь его улыбка дарит тебе надежду что вы в любом случае останетесь добрыми друзьями ты замечаешь как пол шепчет что-то на ушко мари и они вместе ускользают с танцпола куда это они собрались ты возвращаешься к бару и заказываешь еще один напиток почти все уже натанцевались и ваша компания снова в сборе тебе надо поучиться танцевать Винни из нас двоих я больше ботаню а танцую все равно лучше тебя извини за я посмотрю пару уроков на ютуб честно ой хорошо что они перестали друг друга называть этим винтиком и шпунтиком такое позорище было ты слушаешь болтовню друзей не вклиниваясь в их разговоры тебя полностью поглощают мысли и скоро чужие слова совсем пролетают у тебя мимо ушей если сегодня день икс как сказал крейг пол наверняка сейчас рассказывает мари свой секрет с глазу на глаз ух я надеюсь у мари все хорошо и что пол хватит мозгов не устраивать сцен на людях как раз в этот момент откуда то появляется мари ребята у меня важное объявление что такое в чем дело мари она поднимает руку и ты видишь у нее на пальце кольцо с огроменным бриллиантом ну кто бы сомневался мы такие все делаем вид что не догадались удивлены не ну все равно я за них очень рада ты чувствуешь что у тебя как будто гора с плеч свалилась и бросаешься обнимать подругу она чуть не падает от твоего напора поздравляю это же такое счастье я дико за тебя рада красотка крейг рассказал мне про ваш хитрый план чтобы выводить в него мой секрет да дружище но я не сломался ты теперь мой должник это точно я чувствую себя самым удачливым мужчиной на планете и я до сих пор в шоке что Марине кинулась делать фотки с кольцом для подписчиков да ты идею дал только что эй я умею не отвлекаться отважного сейчас со мной рядом мои самые близкие люди и больше меня ничто не волнует я помогу тебе спланировать свадьбу обещаю куда ты денешься все толпятся возле Мари рассматривая кольцо и ты невольно подпитываешься счастьем своей лучшей подруги мари блин это конец я все-таки надеялась что несколь нам продолжат свой разговор и как-то не было поцелуя его очень не хватало думаю вы со мной согласитесь но в любом случае он уже хотя бы был и в этом танце ощущалась такая нежная романтика мне безумно понравилось и хорошо что закончилась эта конференция фух давайте забудем уже про тот негатив то что там был и вспомним какая-то милая нежная история просто соседи плейлист этой истории вы найдете в описании под видео и спасибо всем кто читает вместе со мной а с вами была Алиса до встречи в следующем видео всем пока пока